В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. Красновчане готовятся к сезонным неудобствам. В связи с ранним потеплением мост через реку Куя демонтирует раньше обычных сроков, как будет организована перевозка людей на период паводка. Послабление ограничений. Оперативный штаб разрешил ресторанам, кафе и развлекательным учреждениям работать по обычному графику, но с соблюдением требований Роспотребнадзора. Жизнь посвящаю рисункам. Во Дворце культуры Арктика открылась выставка талантливой художницы-иллюстратора из Ненинского округа Надежды Выучейской. Бывший главный бухгалтер школы и детского сада в Харуте осуждена за присвоение денежных средств. Государственное обвинение по уголовному делу о преступлениях коррупционной направленности поддержал прокурор округа Сергей Лапин. Наринмарский городской суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в совершении преступлений, назначив наказание в виде условного лишения свободы на срок 4 года. Напомню, в период с января 2018 года по октябрь 2019 года подсудимая, занимая по совместительству должности главного бухгалтера в детском саду и средней школе в поселке Харута путем совершения манипуляций с финансовыми документами, при начислении заработной платы и иных выплат работникам детского сада и школы, присвоила денежные средства в сумме более 3 миллионов рублей, что было установлено по результатам судебного разбирательства. Также судом удовлетворено заявление прокуратурой округа гражданские иски. С подсудимой взыскано более 3 миллионов рублей в качестве компенсации причиненного ущерба, в счет погашения которого к взысканию будет обращено имущество подсудимой, арестованное при производстве предварительного следствия. Приговор в законную силу не вступил. Мошенники активизировались. В Ненинском округе участились случаи обмана граждан посредством телефонной связи и социальных сетей. С января по март текущего года зарегистрировано 29 преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. Доверчивые жители округа, не проверив полученную информацию от мошенников, переводят свои денежные средства на банковские счета аферистов. Практически каждый современный пользователь интернета имеет личную страничку в социальных сетях. Через различные программы мошенники взламывают страницы аккаунтов. И от имени пользователей, профиль которых находится в списке друзей, отправляют сообщение с просьбой одолжить деньги, либо на лечение родственников. Сотрудники полиции рекомендуют гражданам при поступлении подобных сообщений, даже от самых близких друзей или родственников, перезванивать им, чтобы уточнить, действительно ли они нуждаются в вашей помощи. А также помнить, что ни при каких обстоятельствах нельзя доверять незнакомым лицам, представляющихся сотрудниками и работниками банков, иных ведомств и служб, и верить той информации, которую пытаются довести до граждан неизвестные лица. Как правило, мошенники досконально изучают взломанную страницу пользователей и пишут от его имени самым близким людям, доверие которых высоко. Чтобы обезопасить себя от взлома аккаунта, рекомендуем придерживаться следующих правил. Создавайте сложные пароли, используя цифры, символы, а также прописные и заглавные буквы. Председатель избиркома Ненинского округа Георгий Попов ушел в отставку. На заседании комиссии члены избиркома единогласно приняли его решение. Исполнять обязанности председателя будет его нынешний заместитель Мария Угловая. Ранее Георгий Попов прокомментировал свой уход, отметив, что планировал перейти на другое место работы еще в прошлом году. Вопросы, связанные с его уходом, необходимо было согласовать со всеми инстанциями. Сейчас начинается процедура назначения нового председателя окружного избиркома. На первом этапе ЦИК предложит губернатору округа кандидатуру с правом решающего голоса для назначения в состав избирательной комиссии региона. Юрий Бездудный утвердит кандидатуру. Затем ЦИК принимает решение о рекомендации кандидатуры окружному избиркому, который, в свою очередь, тайным голосованием выберет нового председателя. Георгий Попов, уроженец Наринмара, почти 10 лет возглавлял окружную избирательную комиссию. В последний раз он был назначен на эту должность в 2016 году. В бюджете Ненинского округа скорректируют расходы на подготовку к осенне-зимнему периоду. Такое решение принято на заседании депутатской комиссии по экономической политике и бюджету. Парламентарии обсудили первые в этом году изменения в окружной бюджет. Одним из важных вопросов стала подготовка к осенне-зимнему сезону. В частности, выяснилось, что на подготовку к ОЗП в регионе финансирование уменьшено почти на 39 миллионов рублей. Снижение финансирования связано с несоответствиями в порядке подачи заявок от Заполярного района и города в департамент строительства ЖКХ энергетики и транспорта. Спасибо. Были рассмотрены поправки в окружной бюджет на 2021 год. Особенно беспокойство депутатов вызвало то, что происходит уменьшение ассигнований на 39 миллионов по подготовке к осенне-зимнему периоду. В частности, это идет снижение по Заполярному району на 9 миллионов и по городу Наринмару на 30 миллионов. Представители, которые присутствовали у нас на заседании, пояснили, что они своевременно сдали заявки в департамент по строительству ЖКХ. Но в связи с тем, что были внесены изменения в порядке, не было предусмотрено, раньше, если в порядке было предусмотрено, ремонт и приобретение оборудования, сейчас идет ремонт, приобретение оборудования и его установка. Только поэтому их заявки пока были приняты не в полном объеме. Депутаты рекомендовали учесть эти суммы при внесении изменений в окружной бюджет. Это произойдет в июне, отметила председатель профильной комиссии в региональном парламенте. Она отметила, что в профильном департаменте согласны с внесением соответствующих изменений. Красновчане готовятся к сезонным неудобствам. В связи с ранним потеплением и резким подъемом воды, мост через реку Куэ демонтируют раньше обычных сроков. Вопрос о том, каким образом будет осуществляться перевозка людей из Наринмара в поселок Красное и обратно, будет решен к 19 апреля. Мост через Куэ обеспечивает транспортное сообщение между Наринмаром и поселком Красное. Его снимают каждый год в преддверии ледохода, чтобы пролетные строения не смыло водой. В период отсутствия моста на реке Куэ перевозки граждан ежегодно осуществляет северная транспортная компания по реке Печора и по Куйскому шару. В СТК имеется два судна на воздушной подушке. Одно из них в данный момент находится на плановом ремонте. Мы понимаем, что для вот этой работы может быть привлечено только лишь одно судно, но оно у нас задействовано в расписании. Поскольку вся вот эта история с стоянием льда, значит, на месяц раньше срока, значит, идет у нас где-то прогнозируемый ледоход идет, прогнозируется на 15 мая. Поэтому мы сейчас сегодня, за завтра должны каким-то образом пересмотреть наше расписание СТК для того, чтобы высвободить это судно, для того, с тем, чтобы обеспечить вот это передвижение людей через реку. К демонтажу моста через реку Кую на Ренмар-Дурьемстрой приступит ориентировочно 18 апреля. Это связано с резким подъемом воды в реке. Жителям рекомендуется заранее спланировать свои поездки. После паводка мост будет установлен. Сроки восстановления наземного сообщения зависят от прохождения ледохода. Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19. Ненецкий округ занимает первое место. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком округе. Наименьший темп в Туве 0,01%. Сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки. Ненецкий автономный округ 0%. Республика Тыва, Магаданская область, Еврейская автономная область, говорится в сообщении. На сегодняшний день в регионе на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19 находятся три пациента на амбулаторном лечении. По данным медицинских организаций, за прошедшие сутки выздоровели два пациента. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональной горячей линии по коронавирусу по короткому номеру 122. Звонок бесплатный. Благоприятная эпидемиологическая обстановка в Заполярье способствовала послаблению ограничительных мер. Так, с 16 апреля ресторанам, кафе и другим развлекательным учреждениям разрешено работать по обычному временному графику. Такое решение было принято оперативным штабом под председательством главы Ненецкого округа. Как отметил Юрий Бездудный, проделанная за время пандемии работа по введению ограничительных мер дала положительный результат. Поэтому можно постепенно эти меры ослаблять. С пятницы мы разрешим кафе и ресторанам работать без ограничения времени. Такой запрос от них был ранее. Сегодня мы имеем возможность с учетом эпидемиологической ситуации, стабильной, вот это ограничение снять. Коллеги, принимается? Не будет возражений. Принимается. Также в ходе заседания оперативного штаба было принято решение увеличить заполняемость концертных и кинозалов до 75%. С заботой о самых маленьких губернатор региона Юрий Бездудный посетил детский сатаннушка. Он осмотрел, как в учреждениях организовано детское горячее питание, а также спортивная жизнь. В меню всегда присутствует молочная продукция от Ненецкой игропромышленной компании и Оленина. Об этом рассказала заведующая садиком Марина Хозяинова. У нас, как бы, я скажу, что хорошее питание. В этом году поменяли санитарные правила. Меню у нас уже сделано в соответствии с санитарными правилами. Пятиразовое питание. Дети два раза получают фрукты. Также глава региона посетил спортивный зал. Воспитанники детского сада с пяти лет активно занимаются лыжами и участвуют в соревнованиях. В этом году ребята заняли первое место на лыжных гонках «Северное сияние». Садику вручат сертификат на 50 тысяч рублей. На эти деньги будет обновлен инвентарь. Во Дворце культуры Арктика открылась выставка талантливой художницы-иллюстратора из Ненинского округа. Надежда Ваучейская уже давно известна не только в нашей стране, но и за ее пределами. А той, кто отдал свою жизнь рисунку в сюжете Елизаветы Кабановой. «Я всегда рисую», – так нам сказала Надежда Ваучейская. За ее плечами иллюстрация книг не только авторов из Ненинского округа, но и европейских писателей. В 1991 году художницу пригласили в Польшу. «Я когда приехала в Польшу, первое, что мне предложили, чтобы пока я еще не освоилась, работать в интераллигаторской мастерской, иллюстрировать польских классиков». Затем Надежда переехала в Средиземноморское побережье, где вдохновлялась и рисовала готическую архитектуру и пейзажи. «Потому что я еще из Доринмара высылала туда свои пастели, а так как пастели – это бумага, а, по-моему, это там легкая в папке. И там оформили, сделали аж три выставки во Франции моей. И по приглашению на открытие выставки автора меня уже из Польши туда пригласили». Как призналась Надежда Ваучейская, без знания языка было достаточно сложно. После Франции художница вернулась в Польшу. «Я вернулась обратно в Польшу и сразу же на этом фоне из пастелей, то есть пастельная работа, зарисовки все свои, принесла в большой выставочный зал. Мне сделали выставку грандиозную и приняли в Союз художников Польши». По словам Надежды Ваучейской, она выбрала иллюстрацию историй по той причине, что не все могут повесить у себя дома картины. А так ее шедевры находятся на полках, и любой желающий сможет организовать у себя небольшую галерею ее работ. Но чтобы отразить сюжет в рисунках, нужно приложить немалые усилия. «Книжная графика, это вы знаете, это ведь надо настроение писателя прочитать. Потом надо достоверно все это нарисовать». И с этим Надежда справляется на отлично. Она получает не только похвалу от читателей, но и от людей, по которым писались некоторые истории. Одна из главных героинь книги прошла война через Калюш. Когда увидела работу художницы, была приятно удивлена. «Они приехали, чтобы посмотреть в Союзе художников в Санкт-Петербурге эти работы. И их похвала была в том, что говорят, ты как будто посмотрела нашу жизнь. То есть откуда ты знаешь, что она как у нас была дома. То есть никто не подсказывал, а я почему-то нарисовала так. Единственное было замечание, что не было у меня никогда в этой белой панамке. И второе, у нас не так стоял забор, он был поперек, а не вдоль». Надежда Ваучейская рисует пастелью. И как ей сказали в Союзе художников Санкт-Петербурга, они не видели больше иллюстраторов, которые используют этот материал для своих работ. Пастель не любит ошибок. «Бывает, что среди ночи бывает, вскакиваю, ах, я сделаю не так, а пастель сойти, значит, трудно. Подумаю, и тому же месту два раза провести нельзя. То есть надо наверняка всё рисовать». Пастелью Надежда передаёт эмоции и чувства персонажа. Как говорит художница, когда она рисует, то пытается мысленно оказаться в той атмосфере. И если, например, у неё есть референсы, фотографии, которые были сделаны ей или её близкими, акцент она делает на том, что испытывала в тот момент. Именно поэтому её работы так точны и ценны. «Я люблю творчество Надежды Алексеевны Волчейской. Особенно мне близки её работы в качестве художника-иллюстратора. Её умение подметить точные художественные образы, раскрыть их, передать основные темы литературного произведения. Я считаю, что это уникальный талант нашей северной художницы, которая, безусловно, вносит огромный вклад в культуру всего региона в целом». Надежда Волчейская вернулась на Ринмар в 2000 году. И именно с этого момента выставочный центр Дворца культуры почти каждый год открывает выставки с её работами. В этот раз картины художницы можно будет посмотреть до 30 апреля. На открытии побывали и высокие гости. «Мне действительно до глубины души трогают те пейзажи, те люди, которые изображены на этих полотнах. Поэтому низкий вам поклон, огромное вам спасибо за ваше творчество. Дай Бог вам ещё успехов по жизни и здоровью, чтобы у вас ещё многие-многие лета всё получалось, и вы творили для жителей Дениска автономного округа». Вдохновившись работами Надежды Волчейской, член Комитета Совета Федерации Денис Гусев выступил со своим предложением. «В Совете Федерации мы, давайте, во вторую половину года, спланируем с вами ваше произведение, вашу выставку сделаем в Совете Федерации. У нас есть такая возможность». Работы Надежды Волчейской уже давно стали достоянием не только нашей страны. Её полотна можно найти в музеях и частных собраниях Польши, Австрии, Германии, Чехии, Норвегии, Швеции, Франции, Англии, Испании, Швейцарии и даже в таких далёких странах, как США и Южная Корея. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Дом культуры, особенно в сельской глубинке, всегда является центром притяжения всех жителей. Именно здесь проходят самые значимые события населённого пункта. Сюда приводят детей для занятий искусством родители, а для старшего поколения – это любимое место встречи. Светлана Канева увлекается пением с детства. Говорит, времени на творчество всегда хватало. А сейчас, после выхода на заслуженный отдых, с удовольствием приходит на все репетиции хора «Суляночка». Песни пою уже давным-давно. Дети маленькие были, работала до пенсии ещё. В общем, 40 с лишним лет уже. Даже в «Суляночке» уже 8 лет. Мне очень нравятся русские песни петь. Мы о любви поём, о родине поём. Сейчас у нас концерт был. Вот о России вы прослушали сейчас песню. О любви, о рябина. Потом о любви, о счастье. Обо всём вообще. И танцевали у нас песни особенно вот такие. Их! С выходом. Репертуар для выступлений сельские певуни всегда стараются разнообразить. Ведь без них не обходится ни один праздничный концерт в селе. У меня сына, она мне не спешит. Я рожу тебе хоть воню, если мама разрешит. Со своими номерами участницы хора объездили практически все окружные сёла. И если говорить о каждой поездке, она каждая чем-то запоминалась. Очень интересная поездка была в Харьяву, когда мы ездили на конкурс частушек. Там нам было дано домашнее задание. Мы сочиняли сами частушки про любовь, про измену, про работу. Была тема политическая. Было страшно, но мы писали. И в конце номера была стенка на стенку коллективов. Это тоже было что-то новое, интересное такое. За 25 лет существования хора «Суляночка» его состав периодически менялся. Радует то, что среди молодёжи всегда есть желающие продолжать традиции коллектива. Но в основном хор состоит из работающих пенсионерок, объединяет которых музыка. Кто на мостоводе работает, кто пенсионерный работает, кто в больнице работает, кто бухгалтером работает, кто в колорозе, вот Баева Надежда Павловна работает, учительница тут у нас есть. Так что, в общем, все разные профессии. Пение в хоре даёт участницам коллектива отличную возможность для общения. А самое главное, представительницы старшего поколения таким образом приучают детей, внуков и правнуков бережно относиться к песенному наследию. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.